Привет, друзья! Меня зовут Дима Егоров, я корреспондент чемпионат.ком. Обычно там пишу, но сейчас меня попросили еще немножко порассказывать. Так получилось, что некоторое время назад я путешествовал по Англии, провел там несколько дней и встретился с довольно необычными футбольными персонажами. Но необычными потому, что вряд ли вы услышите их имена во время трансляции английской премьер-лиги. Тем не менее, ребята, и не только ребята, они довольно интересные. Но это самый старый футболист мира, самый необычный умирающий футбольный клуб, самая богатая любительская команда, которая на самом деле уже не очень любительская, в определенных кругах даже очень известная. Ну и в-четвертых, главный эксперт по мировому околуфутболу, который побывал практически на всех фанатских трибунах мира, даже там, где дико опасно. Но сейчас не о страхе, а о красоте, потому что 8 марта, международный женский день, давайте поговорим о женщинах. В центре Лондона я встретился с нашей соотечественницей Марией Лиман, которая была признана самой сексуальной болельщицей чемпионата мира по версии британских СМИ. Помимо прочего, она модель Playboy, и лично Хью Хефнер выбирал ее для ежегодного календаря Playboy и приглашал работать в свой знаменитый особняк в США. Но сейчас она живет в Англии, учится на актрису и является прям такой жесткой фанаткой Челси. Сразу предупреждаю, что мы будем говорить о мужчинах, женщинах, сексе в довольно саркастичной манере, так что отнеситесь к этому с юмором. Сейчас я, так как нахожусь в Англии, я поддерживаю английскую команду, но это абсолютно не значит, что я художила Россию. Просто здесь я... Это же команда, это же не сборная, правда? Ну да, это просто команда, то есть даже они просто там набирают очки. Но мне нравится Челси, потому что там есть кусочек России. Ну да, ну такой, если в деньгах, то такой, ну да. Ну такая, да. Я думаю, что в принципе эту елку на все деньги можно было бы из золота сделать. Маленький кусочек России есть, и поэтому ты типа за некоторым, да? Да, то есть я понимаю, что там в принципе вообще такая команда вообще сборная всего мира. Вот, ну там вот есть чуть-чуть вот наша Русь, тёплые души, и они бегают такие... А в чём ты за них стала болеть? Потому что ты жила типа в Кенсильтоне рядом, или потому что ты подумала, о, там же реально Русь, Русь, Русь. Слушай, я реально когда побывала в Челси первый раз, я просто была в таком восторге от этого района. То есть он реально такой прикольный, потому что, например, когда я ходила в Лужники, то есть я не видела столько прям какие-то все атрибутики футбольные, как где-то вот эти районы устроены. Я так же была на матче Арсенала и в Русь играла. В Тукинг, да? Да. Ну они такие, типа стадион большой, а всё как-то далеко, такой сидят молчать, унылые ребята. Знаешь, уныло, мне очень нравится стадион Челси, и реально я туда очень люблю ходить. То есть, когда у меня есть время, я посещаю игры. А ты куда, в ложу ходишь или в обычном билетике? Как тебя мучаешь здесь? Я на самом деле люблю больше сидеть. Потому что там все такие... И вот в этом VIP-е тоже не люблю сидеть. Я досидела сюда VIP-е в прошлом году. Просто, понимаешь... А почему там не прикольно? Там, знаешь, на каком-то светском собрании, где там сидишь, ужинаешь. Да, такой важненький ходишь. Согнуться даже нельзя, там даже там... Твою мать! Сказать вот так вот. Да. Милка, не цукайте. Не цукайте, ты тут жарел. Че там я не знаю. Да. А я когда, знаешь, была как раз в прошлом году, и вложена на матче, Англия и Хорвата играют. Да, Англия и Хорвата. Сидим, мы такие все культурные, там смотрим. На Руси это было. На Руси, да. Да. А потом, когда Хорвата забивает, я смотрю, что они там начинают радоваться, они там пивом обливаются, там свои шапки снимают. Я такая, блин, я хочу туда, пацаны, замочите меня, вы просто... Я потом такая, ворачиваться назад, потом такая... Больше в матче. Ну, кто так смотрит? Согласен с тобой. И поэтому я предпочитаю ходить вот в самый трэш, где там можно еще бонусы получить, где там можно кого-нибудь там еще потрепать, там. Там я хожу в то место, где там после того, как, например, команда проигрывает какая-то, другой показывает вот так. Так вот? Да, вот так вот. Виппи такого не показывают Не бывает такого виппи? Кто там какой-то серьезный дядя такой старенький? Не-не-не Знаешь еще что мне нравится? Так как я учусь на актерском У меня от природы очень высокий поспевый голос Я когда ходила на футбол Я реально прям Давай забивай! Ору, ору там Или там голос так опускается А у тебя прорезается такой бас Да, да, да Постепенно фанатский Можете этой стать заряжающей на секторе челси? Нет? Не катит? Такая тема, может предложить? Я когда была на шестней игре На крайней игре Телси играли с Бормунтом Со мной сидела мой одноклассник И я Пусти он такой А он такой Мария, what is it? Я ему объясняю Он не понимает, что это твою мать Короче, груша Google Translate И мы там уже начинаем переводить лексику Всю, которую ему А как ты была перевести слово Я ему Объясняла На китайский Потому что Руссангийского Он не имеет Такого большого количества матов Знаете, испании тебе предложили в программке челси Ну типа фотосессию такую нормальную Нормальную Такую Нормальную, а в трусах? Допустим без трусов Но они тебе предлагают, говорят, ну вот тебе такой гонорар дают А в челс я бы без денег тебе Реально без денег? Да не просто чтобы в программу попасть, а чтобы команду поддержать Чтобы они узнали, кто болеет за них Вот, и чтобы типа разная твоя фотография В календаре там не съели просто у них Твою обуздевал Сегодня в мае И сиськи Да, и сиськи Ряду, в которой ты Погладишь сиську выиграешь И так больше Погладишь сиську выиграешь Не знакомы, да? Пока ни с игроками, ни с кем Они тебе не фигачат директом Привет, ты за нас топишь Нет Вообще нет? Серьезно? Должны всем фигачить Ну... Просто... Мне стали многие фигачить Директ, когда Про меня написала Зоса Но они в этом году уже написали Потом Написали на чек Челси России Статью Вот Мне начали многие футболисты Фигачить Как я не буду Представлять А-а-а У нас тут одна коллега На днях взяла интервью Фигачки Был такой Футболист И он ей через пару дней Прислал дикпик Оу майк Я просто хотел узнать Может у них здесь традиция такая Да Ничего такого нет Как знак уважения Да А-а-а Это типа... Респект Респект А-а-а Вот так респект А-а-а Ну да В зависимости Блин, почему? В зависимости от... Ну типа респект Это так... Да Нереспект Слушай, если бы вы нереспект Он бы кому-то его прислал Ну да Так непонятно, какой он прислал-то А-а, да? Понятно? Да То есть я не уточнил Мне в голову не пришло, что надо... Не уточнил То есть ей респект или нереспект вообще? Может... Он ей нереспект Да, может вообще нереспект Может он сказал, что как бы... Единая вообще Вот после... У меня, говорит, полтора дня уже после того, как с тобой встретился Или два Вот такое... Вот такое состояние Сейчас такая тема в Англии на матче Постоянно выносят... Может ты видела Радужные флаги И вообще акции в поддержке Гиев Капитаны называют это Радужные повязки Для тебя это как? Просто я... Знаешь, я... Как бы... Здесь не принято это обсуждать Это... Дело каждого Толерантность Но... Для меня как для русской натуры Это просто... Что-то такое То есть... В общем... Куда это вообще... Вот можно это запомнить? Это... Полное И... У меня... И... Пьяная Мне здесь нравится Все окей Но как бы... Вот это вот мне вот... Навязывание не надо То есть... Вот это... Прям для меня... Это... Ну то есть... Прям... То есть когда ты, короче, едешь в метро И перед тобой следит женщина... Женщина как с бородой Условно... Трансгендер Я вчера такое видел просто Вот... Ты прям такая... Тебе не очень... Ну... Или типа окей Но... Главное, чтобы не было пропаганды Чтобы не выносили сюда душные флаги Вот... Ну... Вот в этом плане Я не знаю, куда кажется мир Поэтому... Я знаю, что очень много людей приезжает И... Так же... Российца всего мира Которые... Там отказываются от русских... От украинских... Смортов... А... А... Которых... Просят угрызия... И... Из-за того, что... Тебе... На здоровье не ущемляют И тут типа они... Получается входом Но... Я это никак не поддерживаю И... Точно так же для меня политики Я пропускаю... Получается... И... Ну... То есть условно Если Дзюба Завтра скажет Что жена была прикрытием А на самом деле Он скрытый гей То у тебя к нему отношение изменится Ты будешь его любить меньше А откуда инфа? А откуда инфа? Нет... Я не знаю... Я гипотетически Если какой-то футболист который тебе нравится Скажешь, что он гей Типа ты к нему будешь относиться Слушай, ты понимаешь Мне кажется, что Реально футбол Это не... Поэтому... Я считаю, что... Я реально верю Потому что там таких нет Потому что... Лучше, знаешь, там... А какой футбол был у тебя? Танцы... Там фигурное катание... Расскажи про премию с Фроссан Как они назначили... Выбрали у тебя Самый красивый болельщик Как это было? Где? Когда? Знаешь... Я так была рада Что наша команда выиграла И написала в инстаграме Если они выиграют еще раз Я раздетую Они реально выиграют Знаешь? А ты перед каким матч? Пред Испанией? Да... И после этого, конечно Мне пришлось раздеться Причем сделать такие прям Горячие фотографии Чтобы в Ростове Моя мама от нее Новости открывает На черную газету И там... Мой зад А я всегда прячу фотографии от своей мамы Чтобы она не видела эти фотографии Чтобы она не видела А я понял У меня еще была одна фотосессия Где... У меня, в принципе, такая миленькая девочка Там в розовеньких трусиках С короной детской А у меня тут на руках всякие рисунки Там Россия И фотография в комнате стоит Нашего вратаря И Игоря Да... Вот После этого тоже Мне напечатали несколько газет Я вот ради Акинфеева разделась И после этого Я не знаю Ты сам каким-то образом узнала Что я разделась ради Акинфеева Мне объявили Мне начали все журналисты Написывать Узнавать вообще Как я себя чувствую Когда я проснулась Самая красивая болельщина Я думала Типа Проснулась бы Или я уже проснулась И потом я смотрю Что очень много новостей Причем Даже Япония Китай Америка Бразилия Самая красивая болельщина Причем На разных вообще языках И в Таиланде Кто-то писал И я такая думаю Ну нормально Я так разделась Все сразу Футбол Наша тема Вот где надо раздеваться Футбол Сразу он все умеет После этого я вообще футбол полетела Ну здесь В инстаграмчике Сразу подлетел народ Тогда После Да Подлетел В районе 15 миллионов просмотров Было За неделю Как раз когда я Стала Такой красавица Вообще Я считаю Что Следующие игры Когда Нашу команду Будут выигрывать То есть Наша команда Российская Будет выигрывать Нужно им давать Награду То есть Мою статуэтку Или мою просто Да Или мой просто зад То есть Мой зад иногда чаще Более узнаваемый Чем мое лицо Поэтому я думаю Что надо Надо так делать Погоди А твою грудь Просто мы из бронзы Делаем бронзовую грудь Нет Просто мою Блин Ты сказала Сначала Что ты просто разделась Ради победы Для победы Вот А потом Почему они сказали Что это для Акинфеева Для кого? Для Акинфеева И для победы Ну смотри Я сначала разделась Для победы А потом В респект тому Что Акинфеев Поймал мяч То есть просто Красавчик Да Как-то Я решила А раздаму себя еще раз Вот А просто второй раз Да Второй раз Ну Акинфеев У него жена Он очень такой парень Он даже не скажет Круто понимаешь Не напишет никогда Ну да У него жена Но мяч он хорошо Ловит Потому что Благодаря Шенита Он ему Да Он такой заходит Давай ловим Ну просто Ты понимаешь Ты раздеваешься для кого? Типа для чувака А он такой Я вообще раздеваюсь Для всего народа Для всех? А ты типа Мир спасется Да Если все будут раздеваться Чаще То жить лучше будет В мире Да Зачем именно то То есть я раздеваюсь Только для тебя Нет Я как бы Для тебя Для тебя Раздевайся Я дарю людям радость Ну типа раздеваться Могут все тогда И дарю людям радость Но кто должен это делать? Тот кто хочет подарить радость А это так же можно Я недавно просто видел фотосессию Которую устроили где-то в Голландии По-моему для того Чтобы показать Как люди в старом возрасте Типа могут жить без комплексов И нормально тусоваться И там вот пожилые люди Лет по 60 Они снялись для Для чего? Для журнала Раздетыми Абсолютно И вот ты радости мне это не подарила А какие для тебя вообще идеалы Допустим женского тела? Что должно быть? Ну то есть прям много сразу Ну что попа такая Выпуклая 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 Упругая Я на самом деле очень расстраиваюсь Когда она немножко описает Или там Я ем очень много сладкого А у тебя от сладкого Может так чуть-чуть отвисать попа? Ну тонус теряется Ну например И когда я ем очень много сладкого Я конечно не хожу в тринажерный зал Вот А когда у меня попа поднимается У меня настроение поднимается Совершенно Улучшается Улучшается Не ну с грудью Вот я в Англии даже переверну Погоди Ну с грудью это проще С грудью можно сделать и будет все Ну что ну и попу можно сделать и все А попу тоже сделают? Я просто не знаю Да, делают конечно Я думаю что на ощупь это как накачивая попа А, прям нормальная Ну да, я думаю что Не, ну есть же разница между грудью которая Обычная и грудь которая накачивая На ощупь Ну потому что грудь должна быть мягкая А на ощупь А на ощупь А на ощупь Ножем быть упругим А здесь все Все нормально Ну как ты садишь за собой? Что не ешь? Что наоборот ешь? Слушай, ну я полностью исключаю газировку Вообще Вообще всякую Резон Причина? Как там такой резон? Целлюлит А, целлюлит от газировки? Конечно Серьезно? Я тоже не люблю просто газировку Надеюсь у меня нету Я думаю у тебя нет целлюлина Я надеюсь Потом Сладкое Я конечно его исключаю Но это не всегда удачный эффект Ну короче сладкое надо тоже Да Ну короче чуть-чуть ты себе можешь позволить что-то втащить Ну иногда Вообще Я себя убеждаю тем что типа утром можно А, ну это да Я знаю такое да Прямо можно Мы пытались взять кофе И ты сказала что он должен быть только на миндальном молоке То есть типа ты Я даже против животного производства малачка А против коровок? Нет Я ничего не имею против коровок Просто понимаешь Это молоко немножко задерживает молоко Если не мой я тоже Раздуваюсь Поэтому я предпочитаю Миндальное молоко Говядину очень-очень редко Ну потому что тоже говядина В принципе она хороша только для парней Когда набирают себе массу А для девушки по времени Для меня это очень тяжелое мясо Тоже я знаешь Утром просыпаюсь Как будто меня топтали Мой живот Очень тяжело Куринная грудка да Вот это все Куринная грудка Брокколи Я рыбку люблю Ооо я тоже Рыбку Рыбку Креветки обожаю просто Вообще мое любимое блюдо на завтрак это например овсянка На медальном молоке Креветки угадала куда угодно Ну здесь прикольно простая С ягодами Немножко мёда добавляю И яичница с красной икрой и икрой Красная икра там же канцерогенов нет Нормально заходит Да Ну такой у тебя завтрак типичного Много жителя Ростова-на-Дону Просто понимаешь игра чёрная очень дорого стоит Да Приходится Дороговатенькая да? Да Приходится через день её Она как-то в России Ну по крайней мере в Ростове дешевле Ну это логично Сколько дней в неделю зал? Каждый день хожу Каждый? Что ты делаешь? Приседание вот это все Ааа Конечно я там приседаю Я качаю попу Конечно качаюсь вниз Потому что невозможно качать попу Если спина слабая То есть я так уже делала И потом очень долго летела Свои проблемы со спинами Ну в принципе я всё делаю Я всегда качаюсь Ну на попу или на больших поп Смотри если брать твою попу конкретно А у тебя она изначально была как-бы уже в порядке? Или ты именно её закачала через как-бы Потому что считается что типа Я конечно тут ещё таки будучи блогер Я не спортивный журналист Ну вот Ну вот просто допустим моя там подруга одна Говорила что ну как бы у неё всё норм было Прям вообще всё хорошо в этом плане Но она всё равно говорила типа У меня есть предрасположенность к тому что задница была прям хорошая Но типа если у тебя не очень То ты уже занятиями особо ничего не сделаешь Как бы брать Знаешь я реально считаю что это всё зависит от осанки Когда женщина держит осанку То есть я не знаю почему с возраста Многие женщины поднимают зад То есть оно у них куда-то там прям исчезает Где-то между ног Передом и задом То есть у них получается абсолютно плоская Ну то есть девочки условно работаете просто на собой Держите осанку и попу у вас появится в сотовку Да то есть главное заниматься правильно и грамотно Не сами по себе чтобы пришли там Чтобы всё начать хвататься И вообще не будет ничего делать То есть нужно грамотно к этому подходить Потому что очень много грамот спорта Ну ты короче за натуральность Или... Ну... Или чуть-чуть можно там куда-нибудь что-нибудь Закачать инъекции Знаешь у меня наоборот Не закачать инъекции Немножко можно поделать каких-нибудь эколог Который жирку убирает Например с лица А ты делала? Я точно не делала Ну вот очень хочу Реполитики поколоть Не знаю правда Из-за Дзюбы Из-за Дзюбы Именно из-за Дзюбы Он красавец всё равно Закачать инъекции Ну смысл Вот он женат И он сэсуальный И что потом... А ты не замужем что-то? Нет Ну ладно Гипотетически А они всё думаешь это? Разочаруются всё Я не буду больше на них смотреть Отпишите мне в инстаграме Ну наверное да А кто тогда... Смотри А кто тогда секси Как нормальные женихи в России? Ну а Кинфеева мы тоже не считаем Пропавший человек Глушаков освободился У него правда волос не осталось совсем Но... Глушаков норм? Да норм Да Ну а почему норм? Типа вот такого роста Типа волос нет А потому что из Ростова, да? Типа давай тебе помучат Да? Ну там что-то родное есть Ну и что, что нет волос? Вырастут Можно пересадить Можно пересадить А дашь ему часть свою? Слушай, это из-за женщины Понимаешь? Да? По-любому так и есть Так, Глушаков У нас есть смолов Не женат Знаешь такого? Знаю Серьёзно знаешь? Конечно Вика А, ну вот А, ну вот Слушай, если он уже просил Убрать Свои игрушки То, кстати, он нормальный Да А какие игрушки? Ну, что он постоянно рубился А, типа кто-то рассказывал, что он постоянно рубился приставу Типа больше ничего не делал? Да? Да Типа не отвлечёшь его никак? Типа я здесь, я в кровати Я как-то там или где-то ещё Или как-то хорошо оделась Интересно А он? Знаешь, мне Он играл раньше в Краснодаре Да, уже в Краснодаре Очень такой симпатичный Братаник Секси-секси Но он женатый Там много Там есть Стас Критцук Такой был Да, вот Стас Стасик Но он тоже женатый Он тоже женат, но всё-таки Ну он такой, да Слушай, а вот Алана ты услышала интервью Она говорила, что типа не могу больше жить в этом колхозе в Краснодаре У тебя такое же ощущение насчёт Ростова? Что типа девочкам, которые привыкли к другой жизни Сложно там засидеться на двое Ты могла себе представить, что ты А по поводу Ростова она ничего не говорила? Нет, пока что Они только приехали То есть в принципе ты её понимаешь? Ну конечно там нет такой гламурной обстановки Смотри, если сборная Россия выиграет Евро 2020 или хотя бы выйдет из группы Ты готова, как обычно? Или нужно какую-то эту? Как обычно там, давай Давай, раздевайся Берём Да Слушай, конечно я готова А как это происходит? Вот смотри, ты говоришь Я раздеваюсь Для кого-то У тебя уже есть в этот момент, когда ты говоришь У тебя есть уже договорёнка с каким-то изданием, что они возьмут твои фотографии? Нет, слушай, это вообще приводит в идея вот так вот просто моментально Играю, что надо сделать? Как подержать? Это всё спонтанно То есть абсолютно нет ничего такого, что там просто проектируется Ты как-то так заберёшь Типа вот он Я просчитываю, что если они здесь выиграют Тогда я сделаю это, это Ты знаешь, как я говорю? Нет У тебя возможно, допустим, если сборная России выходит из группы Если там что-то вот в таком каком-то порыве Показать на стадионе грудь, чтобы это произошло по всему миру И донести какую-нибудь там типа И написать там типа здесь Спасить дельфина от кого-нибудь или ещё Чтоб об этом все узнали Ну вот в таком духе Или для тебя типа возможно только вот именно студийная как раз съёмка Чтобы не находиться на публике Знаешь, я думаю, если я покажу свою грудь Я тогда живой не выйду То есть там может быть дельфинов-то и спасут А вот как мне после этого выживать Смотри, по факту Вот, у тебя было вроде всё и есть, я так понимаю О, ну да, ты сейчас учишься здесь в Лондоне Хочешь стать актрисой Снималась в сериалах в России А почему ты не продолжаешь свою карьеру в... В России? Нет, ну не в России Я имею в виду именно карьеру в съёмках Почему? Тебя бы в любом случае, мне кажется, подписало какое-нибудь агентство Или Playboy мог бы подписать Ну что, ну Playboy меня не так раз называл в Америке по Афиге Потому что... Ну, он же, ты писал, да, я так понимаю? Да, он её писал и... Да, он видишь меня поставил И он выбрал девушку в Мистину Ра При этом же он тебя не видел Нет, он меня не видел Никто он видел Только мои изначальные фотографии ещё до съёмки Я приняла конкурс на Мистину Ра Я хочу видеть в сцене DSM И я такой... Ну где-то доехали А ты бы снялась? А я и так снялась в сцене DSM А, именно Да Если ты именно хочешь... Ты не хочешь строить карьеру... Модели, Playboy и так далее? Ни модели, ни порноактрисы, нет, я не хочу У меня все спрашивают... Ты сразу переклинилась на порноактрисы Я даже и не спрашивал, потому что... Я знаю, это должен был быть твой следующий вопрос Почему? Знаешь, мне просто очень обижает Когда мне пишут в инстаграме Или я смотрю, например, по Яндекс поиску Такие вещи, как... Скачать видео... Типа там... Аня, скачать корно, анал Варень, а не бесплатно Знаешь, бесплатно Хотя бы заплатили там Да, хотя бы хоть что-то перевели Хотя бы вообще заплатили или хоть что-нибудь перевели То есть это было бы уже поинтереснее А ты понимаешь, что просто у меня получается, что Некоторые мои фанаты вообще слабые То есть они полностью, сто процентов уверены, что на платных сайтах это видео есть И они... И они хотят бесплатно И понимаешь, исключительно корно анал Кстати, а почему анал В России вообще самый популярный, по-моему, жанр анал в Азии очень популярен А в России... Знаешь, ты как вышел? Анал в глаз Вот, она в Азии... А в России вот эти рисованные мультики японские первое место заняны Из всех категорий Что за мультики? Хорно-мортик свой, творчество, спасибо тебе за идеи, добрый человек! И ты будешь там главной героиней, ничего не нужно будет делать самое главное. Вообще ничего, и репутация будет сохранена, и я могу там и вот с таким, и вот с таким, и вот с таким. Знаешь, там, от шланга до пуговки, там, со всеми размерами. Тут надо это, как у Ивлеева сразу вопрос, что там он сказал, 14 сантиметров это мало или что там? Ну, это не сходим со характером. Да, блин. Ну, кстати, мультики хорошая идея. Ну, смотри, нет, ну по факту, просто сама почему-то прислала по-дитями, мне кажется, фотомодели, форно-актрисы, типа, вообще, мне кажется, фотомодели, они не переходят никогда практически в разряд форно-актрисы. Я не знаю, почему для многих людей, это вообще бред просто. У меня даже, знаешь, одна девочка знакомая снимала со мной сторис и такая, а я, типа, вот сейчас гуляю, смотри, Элеманс, известно, я ее форно-моделью. Я говорю, это вообще дура, что ли? Какая форно? Я говорю, это вообще, понимаешь, что такое форно? А он такая, типа, ну да, ты же там снимаешься, я говорю, где Симаш, ты меня трахают, что ли, с утра до вечера? Я говорю, я фотографируюсь, я говорю, и то даже закрытая грудь, я говорю, ты что не сижу. То есть для многих людей это одна параллель, типа, если модель плейбоя, то значит, априори, она там где-то, типа, жарится, типа, ну, заплатно в сайте. Типа, бесплатно скачать нельзя. Вот, поэтому меня реально заповывали с этим опросом. Так это же вообще, реально, разная тема, ну, типа, вообще нет совпадений. Я не жахаюсь, в порно, не снимаюсь, не ищите, не тратите свое время. Слышишь, что у них подписчик мне писал, я тебя нашел, короче, на каком-то сайте, типа, напиши, часа 100 долларов, реально ты приедешь? А кого лучшая жопа в мире вообще, если свою брать и женщину? Кто тебе нравится? Знаешь, мне, у кого он нравится? Ну, я не вспомню. Ну, хорошо, ладно, тогда какую-нибудь красивую либо актрису, либо девчонку, которая прям реально красивая, известная, которая прям эталон. Брят, сама такая. А я не знаю, кто это такая. Ну и ладно. Вернемся к чемпионату мира. Говорили, что, типа, многие девчонки русские, ну, реально, там, грубо говоря, подкладывались под иностранцев. И, типа, это прям был бум. Я, типа, все, я сегодня вечером надеваю клевые шмотки, просто выбегаю и, там, хочу, там, либо с ним потратиться, либо с ним уехать. И это все подавалось, в том числе, и феминистками русскими. В том плане, что, типа, ну, русские мужики просто, типа, тупые, уроды, жирные, ленивые и так далее. Твое мнение, есть ли в этом, как бы, чувствовал ли ты, что реально девчонки хотят со всеми иностранцами, либо переспать, либо уехать? Пока они потом твои мнения. Знаешь, что я думаю по этому поводу, что реально для многих людей, например, иностранцы, это круто. Потому что это, понимаешь, это что-то, то, что часто показывают по телевизору, транслируют. И вот многие даже, я знаю, в Ростове говорят, типа, ну, где-то там за границей, там жизнь хорошая. Там, там, хорошо. Но это, как бы, только, знаешь, вертушка Айсберга. То есть точно такие же границы здесь. Я считаю, что реально, например, для меня, с моей медальностью, мне значительно проще общаться с русскими ребятами. Потому что, я понимаю, обличане, они там, типа, ой, извини, извини, мне очень жарко. Да, обстанную рыбачку там хорошо. Да, и постоянно у вас, понимаешь, у них постоянно все хорошо. Ну, вот, например, даже, там, моей подруге, она русская, у нее, вот, там, обличанин. Она узнала, что не изменять. И он, там, у них такой такой... Ай, ты че, сука? Какой ссори? Она говорит, ты какого хрена, бля, с ней тракался? Ты че тут ссори? Потому что вот это вот, что они как-то заботятся от числа других людей, но при этом не хотят брать за себя ответы за свои досеки, потому что, типа, они выходят в какие-то кандалы. А русские более, то есть, они прямые. То есть, они вот, давай там... Ну, то есть, короче, для тебя русский мужик — это не приговор совсем? Что он, типа, страшный и так далее? Нет, нет, слушай, ну, я говорю, что мужики есть в любой нации. И... И внешность русских мужиков за той же осенью. Ну, известно, что русские мужчины очень красивые. Потому что они вообще-то, они радуются. Они черные, они белые, они истеручие с голубыми глазами. Ну, то есть, это, типа, была попытка девочек найти лучшую жизнь. Лучшую жизнь, типа, уехать. И у всех такое впечатление, что, типа, ну, там вот жить за границей — это круто. Ну, я могу сказать, что можно жить и в России круто. Ну, что ты готова? Хотя, ну что, ну что готова? Слушай, если Россия станет сюда не в городе... Я создал свой мультик и раздел. И он бы пропугал просто. Совдаешь свой мультик? Да. Где я смогу осуществить все фантазии фанатов. Вот это поворот. Я прям представляю. Вся футбольная команда, Мария Лиман, и, наконец-то, они закрывают всю эту тему. Мне муж просто не разрешит это сделать в реальности, но... Моей фантазии хватит, чтобы осуществить мечты фанатов. Ну и все, и муж не хочет, когда ты раздеваешься для календарей, журналов. Солнце. Ладно, спасибо тебе. Не надо больше задерживать. Ты дышь. Ты дышь.